Добрый день, дорогие наши подписчики, зрители, гости, любимые наши люди, мужчины, женщины, девочки и мальчики. Вообще, уважаю мужиков, которые занимаются с удовольствием, снимают видео, обзоры, показывают, как они ухаживают. Слушайте, наших мужиков заставить работать с землей, в земле, на огороде, на участке невозможно. Вот, сегодня я хочу вам рассказать про наши любимые баклажаны. Баклажаны у нас растут очень и очень хорошо. Каждый год мы сажаем вот баклажаны в открытом грунте. Да, в открытый грунт. Баклажаны, алмаз. Высокая урожайность, плоды без горечи. Ну, небольшие они, грамм по 300, что здесь пишет производитель, какой у них вес. Сейчас, они даже не пишут, средний, ранний. С одного растения от 3 до 6,5 килограмм. Думаю, действительно, пасынкую только до развилки. Низ весь срезаю. Боюсь, что листики на землю опустятся. Ну, конечно, землю мультируем, на травку. Но, боюсь, что они опустятся, заболеют. Поэтому до развилки снимаю все бутоны, все завязи, все листья. Все снимаю. Не знаю, правильно я делаю или неправильно. Будем вместе с вами учиться. Но рекомендую баклажан-алмаз. Очень урожайный и неприхотливый. Очень хороший. Теперь, значит, следующий у нас баклажан-разбойник. Скороспелый. Плоды без пустоты горечи. Сейчас вообще молодцы агрономы, которые выводят эти семена. У них баклажаны стали без горечи. Их вымачивать не надо. Очень вкусные. Баклажан-разбойник. И быстрого скороспелый он. Быстро начинает плодоносить. 95-110 дней. Растения небольшие. Но масса плода до 300 грамм. Свежие плоды хранятся без потери потребительских качеств 3-4 недели. Да, действительно, у нас лежат они внизу в холодильнике, в ящике для овощей. Очень хорошо хранятся. Так, теперь баклажан-черный бриллиант. Мы сажали черный принц. Вот не осталось у нас этой этикеточки. В этот раз купили баклажан-черный бриллиант. Ранее спелый, неприхотлив выращивание. Масса 200-250 грамм. Невысокий. 50-60 сантиметров. Тоже пасынкую до развилки. 105-110 дней. И для открытого грунта. То, что немаловажно. В теплице баклажаны мы никогда не сажали. А у знакомых они растут очень плохо. На них то паутинный клещ садится. У нас грядки мы вам покажем. У нас грядки, конечно, высокие, насыпные. И между чесноком, грядка у нас, баклажан, и томатами. Поэтому не сильно на таком на ветру. Немножко они защищены. Вот ранне спелый баклажан дракоша. Тоже высокоурожайный сорт. Без шипов. 200-300 грамм. Без горечи. Первый урожай 95-115 дней. Большое количество плодов завязывается на каждом кустике. Невысокие, неприхотливые для открытого грунта. Урожайность, пишут, очень высокая. Да, урожайность хорошая у баклажан. Баклажан у нас не так много, но нам хватит. Мы сажаем в открытый грунт грядочку и собираем 5-6 ведер. Очень большой урожай баклажан. Покажем все. Баклажаны мы любим. И запеченные, и в салатах, и в супы добавляем. И икру делаем баклажанную. Тоже рецепт дадим вам. А, вот еще секрет-то в чем? Секрет нашей посадки. Вот есть у нас и ящики для рассады. Но баклажаны не любят пикировку. Мне сказали когда-то давно, что не надо их пикировать. Поэтому их надо сажать в такую вот высокую емкость. И вместо дренажа вниз я кладу всегда шелуху очистки из яиц. Немножечко их измельчила. Чтобы на подоконник вода не текла, я дырок не делаю никаких. А вот кладу дренаж. В этой прозрачной таре видно, где у вас водичка, чтобы не сильно их переливать. Немножечко, половиночку надо насыпать земле, посадить. И потом по мере подрастания заполнять, заполнять. И у нас она же прям вот так вот с горкой. И очень хорошо растут в такой вот емкости. Именно с дренажом из шелухи. Очень хорошо. Они напитываются микроэлементами. Кальцием. И у нас в прошлом году весна была очень холодная. Мы их передержали. Не могли рано посадить. Потому что открытая грядка. И корни все переплелись. Мы их так рвали, посадили. Но баклажаны очень хорошо прижились. И росли, нас радовали. Так что у кого есть желание, попробуйте. Не выбрасывайте вот такие емкости от тортиков. И попробуйте именно в качестве дренажа вот такое вот средство. Все. Пока, дорогие наши. Пока. Пока.